Государственная дума приняла закон о фанайде с июля месяца будущего года уже можно сказать через 5-6 месяцев будет введен этот закон и без фанайде нельзя будет появиться на стадионе вот и давайте поговорим об этом каким был индиционирован этот закон? силовиками, конечно же силовиками то есть не РФС, не РПЛ, это закон нафиг, не нужно ему вообще наплевать на это все это было индиционировано силовиками и продавлено ну у меня и вопрос к фанатам, ну что зачем были ваши акции? вот мне вот интересно, зачем все эти акции уходят со стадиона? мы против, мы против введения фанайде мы уходим со стадиона ну и что дальше? ну и все равно закон принял вообще всем плевать на ваш уход со стадиона силовикам вы хотели, чтобы не было принято закон о фанайде? так вы должны были идти по того окна силовиков и там акции устраивать ах да, вы побоялись, у вас яиц нет что вы хотите тогда? я вот не понимаю для меня вообще вся эта акция фанатов против фанайде она напоминала мне какие-то детские забавы и фанаты это какие-то детишки эти детишки мама мне не купила игрушку, теперь я надуюсь не буду с мамой разговаривать да я вот такой вот пришел папа, батя с ремнем пришел и быстро загнал ребенка в угол так же и с вами фанатами вы обычные детишки детишки у вас нет яиц, никогда не было ни-ка-гда если бы у вас были яйца вы бы, ну вот сейчас после принятия этого закона вы вышли бы на улицу на улицу организованную понятно? но вы это не сделаете потому что яичек у вас не было и никогда не будет понятно? ну вот я просто хочу вам немного в историю пройтись да, я сам рыбак и когда-то лет так 6-8 назад может даже больше был принят закод платных водоемов да и там некорды водоемы от финского залива у нас в Питере их просто их просто как бы сказать взяли за платные рыболовства мы сразу же с рыбаками сориентировались со всеми да и вышли на несогласованную акцию у нас было всего там человек 500-600 вот и нас никто не разгонял да приехала полиция она вокруг стояла да и на следующий день Вова выступил с категорическим отменой этого законно-оплатной рыбалки он сказал я сам рыбак всю эту шляпу надо отменять ну понимаете у нас были яйца у нас у рыбаков которые ходят на зимнюю рыбалку да это было зимой кстати это было зимой да и мы выходили именно зимой и у нас были яйца и мы мы даже не думали что нас повяжут что нам было наплевать на это и мы вышли на акцию вот и вот Вова понял что зачем накалять ситуацию давайте просто отменим этот закон его отменили по сути вот а в вашей ситуации вы ничего не сделаете друзья мои друзья партнеры вот вы потому что вы боитесь вы прекрасно понимаете что вас прогнули более того причем сделали таким мерзким это все образом да но вы ничего не сделаете потому что вы детишки у вас яичек нет яичек у вас же яичек маленьких а типа вы забыли яички хотя бы маленькие вы бы вышли на несокласованную акцию вот все лайки поняли бы что он имеет что они имеют против себя каких-то какой-то сил да вот и наверняка бы этот закон бы отменили и Вова лично бы выступил так мы этот поспешно закон приняли давайте его вернем на рассмотрение в госдуму его вернули но никто из вас не выйдет никто вы будете так же как как и в прошлые разы там устраивать акции на стадионах вот так мы на второй минуты идем уйдем на пятой минуты на двенадцатой минуте на шестьдесят седьмой минуте уйдем ну всем все наплевать потому что все будут знать вы слабаки Барсыкин по-прежнему будет кричать это вот правильно делают мы все против фанайди да вы поймите никто никогда не понимает пока не будет силы пока они не увидят силы вот на мой взгляд на мой взгляд единственный есть способ чтобы фанайди отменили это выходить с акциями на улицу причем под окна силовиков не под окна фсрпл нет фсрпл тут ни при чем а именно под окна силовиков под окна госдумы я ни в коем случае не призываю ни в коем случае я категорически против любых акций да вот просто я говорю что надо делать что надо делать чтобы этот фанайди отменили но никто из вас повторяю никто из вас не выйдет ни под какие окна потому что вы все побоитесь конечно вас всех повяжут во всех повяжут отправят на 15 суток и тому подобное за несогласованные акции вот но если вы отстаиваете свою точку зрения вы ее должны отстаивать несмотря ни на что если вы там гордитесь своим фанатским движением вы его должны отстаивать и умереть за него но вы не готовы это сделать друзья не готовы потому что вы детишки вы детишки вы просто для вас это развлечение у вас там эмоциональные высказывания плакаты против фана но все это детский лепет это все детский лепет и силовики на вас смотрят смеются детишки снова там что-то развлекаются а мы вообще принимаем закон а мы можем принять закон по которому вы вообще будете все в наручниках на футбол ходить и вы будете ходить вот вот такие дела я рассмеялся после принятия этого закона Госдумы я так подумал ну да ходили вы на свои акции ну и что толку Госдума просто проигнорировала все что вы там на все ваши выступления и приняла этот закон потому что вы никто понятно никто обычные детишки всем пока не забывайте